Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на телемосту Урал-Москва, который проходит в рамках конференции «Кибербезопасность в наши дни. Промышленные технологии». И у нас сегодня достаточно важная задача обсудить те вопросы, которые поступили от отрасли. И на эти вопросы в московской студии будет отвечать заместитель директора ВСТЭК Виталий Сергеевич Лютиков. И ему будет помогать в московской студии также Сергей Леонидович Акимов. И у нас также будут появляться вопросы в онлайн-трансляции, но я сразу скажу, что мы на них сейчас отвечать не будем, потому что вопросы, в общем-то, были собраны заранее, их было очень много. Если мы на каждый вопрос бы тратили по одной минуте, мы как раз бы заняли весь эфир, и, скорее всего, мы на все вопросы ответить не сможем. Но по окончании мероприятия, те вопросы, которые останутся неотвеченными, мы их соберем, отправим во ВСТЭК. И руководство ВСТЭК обещало отвечать на них по мере ближайших мероприятий, которые будут проходить в разных регионах страны, в Москве и так далее. И сейчас я предлагаю передать слово Сергею Леонидовичу, который из московской студии также скажет, как в Москве происходят дела, насколько закончился снегопад, насколько вы готовы отвечать на достаточно жесткие вопросы, которые пришли от отрасли, но при этом в рамках конструктивного диалога. Коллеги, Москва. Алексей, доброе утро. Да, действительно, победили очередной снегопад. Вчера закончился. Но в студии все прекрасно. В студии все прекрасно. С нами Виталий Сергеевич Лютиков. Он готов ответить на вопросы, готов к конструктивному диалогу. Я передаю ему слово. Добрый день, Алексей Витович. Уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас на мероприятии. Несмотря на такие суровые погодные условия, несмотря на расстояние, мы с вами смогли возможность для общения. И я бы хотел поблагодарить организаторов данного мероприятия о том, что нам предоставлена возможность еще раз пообщаться по такому довольно-таки широкому спектру вопросов. Я постараюсь со своей стороны ответить на все вопросы, которые поступили в адрес ТЭК России. Ну, если по каким-то моментам, как Алексеевич уже сказал, будет требовать там пауза или проработка, ну, я ее возьму. И тогда мы либо в рамках мероприятий, либо в рамках каких-то информационных сообщений, мы тогда разъясним свою позицию. Я всех еще раз приветствую. Спасибо еще раз за предоставленную возможность. И, в принципе, давайте начнем. Мы готовы со своей стороны к работе. Отлично. Давайте начинать. И, наверное, первый вопрос, он достаточно очевидный, учитывая, что мы сейчас в онлайн-формате отвечаем на вопросы. Буквально недавно прошел ТБ-форум, который также проходил в том числе и в онлайн-формате. До этого был инфо-форум, который также проходил в онлайн-формате. И первый вопрос звучит достаточно просто и очевидно. Не планирует ли ВСТЭК продолжить вот эту идею донесения своей позиции, раскрытия достаточно важных для отрасли моментов через онлайн-мероприятия? Тем более, что существует немало площадок, российских площадок, через которые это можно делать. Да, спасибо за вопрос. Идея очень хорошая, и она набирает свои обороты. Я думаю, что мы обязательно такими возможностями будем пользоваться. И здесь, наверное, работу мы построим по следующим двум направлениям. Но одно дело – это участие в таких мероприятиях, как сегодня, для того, чтобы информировать о новых изменениях, о обсуждении каких-то проблемных вопросов. И второе направление тоже немаловажное – это обучающие, так называемые вебинары или какие-то курсы. И здесь тоже в этом направлении у нас в этом году мы сделаем попытку. Вы, наверное, отслеживаете, если, то с 22 марта мы, Центр повышения квалификации нашего института главного, будет проводить курсы, допустим, по динамике и по фазингу. И мы хотим попробовать в рамках этих курсов, ну такой пробный, скажем, сделать запись применительно вот к этой программе обучения, ее там подработаем, это будет такой первый опыт, и выложим ее на сайте там СТЭК, либо на сайте Банка данных угроз, это мы еще попробуем. Ну то есть мы вот такие мероприятия, мы как бы хотим попробовать организовать и хотим запустить. Ну насколько это получится у нас, насколько это будет продуктивно и современно, нас же всегда как бы критикуют, что мы все время где-то отстаем от каких-то там новых там вещей, тенденций и так далее. Ну время покажет, но по крайней мере попытку такую мы сделаем. И буквально в ближайшее время, это первую попытку вы ее увидите. А что касается участия в онлайн мероприятиях, там как сегодняшние, мы с удовольствием будем принимать участие, если нас будут приглашать в таком же формате, как сейчас. Ну и попробуем что-то организовывать сами, но для этого, как вы понимаете, нужны ресурсы и время, которые у нас как всегда ограничены. Спасибо. Я думаю, что мы от этой практики и, собственно говоря, и не отказывались вот так вот прям радикально, чтобы сказали, все, мы больше этого делать не будем. Нет, мы будем и дальше привлекать экспертов. И, допустим, вот методика оценки угроз, которую мы буквально вчера опубликовали, как утвержденная, она это подтвердила. Мы ее размещали и на официальном сайте. Я хочу сказать, вот повторить, мы более... Этот вопрос был связан, в связи с чем такая задержка в ее, как бы, утверждении. Ну, в связи с тем, что около 700 замечаний и предложений поступило по ней, и мы постарались все отработать. Конечно, да, долго, но с нас же другие задачи-то никто не снимает, и жизнь, она идет. Поэтому так получилось долго. Но мы по таким системным документам и дальше будем привлекать, публиковать их проекты. Вот сейчас методика, проект методики оценки показателей экономической, оценки показателей экономической значимости тоже для сбора предложений, замечаний размещен на сайте. Поэтому, кто желает, у кого есть какие-то мысли, пожалуйста, мы готовы, все будем отработать. Что касается там требований, допустим, отдельных или отдельных нормативно-правовых актов, здесь мы тоже от этого вопроса, от этой работы не отказываемся. И, наверное, я не могу припомнить хотя бы один документ, ну, кроме документа по порядок аттестации объектов информатизации, обрабатывающих гостайну, который зарегистрирован, кстати, буквально вот на... на этой неделе, он ограниченного распространения, а открытого, а информации конфиденциального характера мы на Regulation Gov как бы вывешивали, и там также поступили предложения. Поэтому эту практику, это обсуждение мы, конечно, будем продолжать. Другой вопрос, хотелось бы, чтобы это обсуждение, оно все-таки носило более конструктивный характер и не выражалось, знаете, в переходе на эмоциональные какие-то вещи. Но одно дело, когда специалист, пусть даже, может быть, и некорректно какое-то формулирует замечание или предложение, ну, там, в силу каких-то там либо корпоративных интересов или интересов своей там фирмы, либо ограниченности знаний, либо, наоборот, большого количества знаний. Но когда специалисты отдельно им начинают переходить на... когда вот комментируют и пишут нам предложения и замечания, а я секрет, наверное, вам не открою, мы по основным открытым площадкам все анализируем, все высказывания по большинству, количеству экспертов и вашей, и, собственно говоря, и Комарова, и одного Комарова, второго, и Прозорова Андрея, и многих-многих специалистов, я никого не хочу обидеть, всех перечислить как бы не смогу, мы анализируем эти высказывания. Но хотелось бы все-таки, чтобы это был какой-то конструктив, а не эмоциональное такое, знаете, типа, ну что они там вообще, что ли, бестолковые, не понимают ничего, что они тут написали. Ну, слушайте, если мы будем скатываться в эмоции, я думаю, это конструктиву не придаст никакого. Но, возвращаясь к вашему вопросу, к вашему вопросу, мы не будем отказываться от привлечения экспертов. Формы привлечения могут быть разные, нас все время практика подталкивает от более широкого собрания специалистов на нашей площадке к другому немножко формату. Это узкая команда собирается, разрабатывает документ, допустим, а потом он выставляется для более широкого отработки. Вот это, мне кажется, ну, наиболее оптимальный сейчас вариант, потому что, когда у нас собирается по 20-30 человек, там, в кабинетах или в залах, это начинаются такие споры, люди все имеют свое мнение, все очень, как я пришел к выводу, что у нас в информационной безопасности все понимают, все, вообще, все, можно сказать, каждый в стране у нас в информационной безопасности что-то понимает. Поэтому, заканчивая ответ, и будем дальше привлекать, отказываться от этой практики не собираемся. Спасибо большое. И следующий вопрос уже посвящен, наверное, больше тематике форума. Упоминалось, что в 2021 году будут проводиться первые проверки субъектов Киев, и, соответственно, вопрос, есть ли уже понимание того, как будет проводиться эта проверка, и, самое главное, будут ли опубликованы методики для того, чтобы субъекты могли подготовиться, и какие выводы будет делать в СТЭК по результатам, не будут ли передаваться материалы в прокуратуру или в органы следствия, если будут найдены какие-то ошибки или некорректность в эксплуатации объекта Киев? Да, спасибо. Ну, что касается проверок, значит, да, со второго полугодия этого года у нас начинаются первые проверки, значит, по вопросам обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В этом году я не буду, там, нормы закона повторять, какие там основания и так далее. В этом году у нас пять объектов, ну, потому что это те объекты, которые первые, собственно говоря, были включены в реестр. В этом году у нас пять объектов будет подвержено контролю. Значит, что касается методик оценки и проверок вообще в целом. Значит, ну, вот я, честно говоря, до вашего вопроса, который вот вы направили, я не думал про опубликование каких-то методик контроля, потому что считал, что требования у нас публичные в данном случае, они открыты, и мы, а мы проверяем требования, собственно говоря. И какие там, значит, что нужно сделать, мы много и в мероприятиях участвуем, и обсуждаем, и отвечаем на вопросы по реализации этих требований. Но я над этим вопросом еще подумаю, руководителю доложу, и, может быть, те методики контроля, которые, безусловно, у нас наработаны, и они сейчас носят внутренний характер для того, чтобы все-таки попытаться, так скажем, применю это слово, техническо откалибровать контролеров, да, чтобы они в рамках одних и тех же вопросов проводили проверки. Может быть, мы эти внутренние документы, внутренние методики, придем к тому, что мы их опубликуем. Я не буду обещать сейчас, отвечая на ваш вопрос, скажу, первое, методики контроля, они существуют. Значит, пока эти методики носят внутренний характер, они построены на открытых требованиях 235-го и 239-го приказов СТЭК России. Вы их знаете, это основные документы, устанавливающие требования. Что касается порядка проведения контроля общего, это постановление правительства, тоже публичный документ, там тоже определено, какие вопросы, ну, по-крупному определяются, как готовится акт, какие там разделы в акте, все есть. Более детально, более детально, я бы сделал бы так, я бы этот год посмотрел, набрал определенную, как бы, ну, понимание необходимости вот этого опубликования, и в принципе, может быть, просто их нужно, вы понимаете, чтобы их опубликовать, их нужно довести до определенного формата, то есть я не могу опубликовать просто там перечень вопросов, это должен быть какой-то либо методический документ, а это, соответственно, определенная формализация, другие требования, ну, и так далее, тут все понятно. Поэтому этот вопрос я оставлю пока открытым, вот, мы вернемся, наверное, к концу этого года, к нему, и уже будет более четкое понимание по поводу необходимости опубликования. Но хочу напомнить еще раз, обратить внимание, что все-таки все требования, все организационные документы по безопасности КИИ, они открыты. Вот, это раз. Теперь, что касается результатов контроля и их там до кого-то доведения, у нас по закону, по закону предусмотрено информирование, мы направляем сведения о результатах государственного контроля по нарушению требований по безопасности, которые создают предпосылки к возникновению инцидента компьютерного в НКЦКИ. Значит, больше не предусмотрено информирование никаких государственных органов ни по каким вопросам. Поэтому мы будем находиться в, безусловно, в парадигме норм федерального закона, и что мы будем точно делать, это информировать НКЦКИ по тем нарушениям, которые создают предпосылки к возникновению компьютерных инцидентов. Что касается информирования по нарушениям требований по безопасности в части каких-то следственных органов, это пока не предполагается. Запросы от следственных органов таких нам не поступает о том, что дайте нам какую-то информацию. Но и здесь есть определенные проблемы, потому что для возбуждения или для следственных органов, насколько я вот вижу те процессы, которые происходят, все-таки важен там ущерб, то есть наступил ущерб какой-то, не просто факт нарушения требований, а причинение вреда, так называемого, о чем в соответствующем кодексе предусмотрено. Поэтому заканчивая эту часть вопроса, отвечаю, в НКЦКИ передавать будем, значит, в какие-то следственные органы и так далее, пока у нас потребности, запросов к нам никто не присылает, потребности такой нет. И данный вопрос я отвечу пока отрицательно. Спасибо. Спасибо. И связанный, наверное, с этим вопрос, это нашумевшая история про проникновение в сеть РЖД, которая получила такое широкое развитие в СМИ и в Нахабре. Отсюда вопрос. Вот по таким случаям ВСТЭК как-то реагирует? Имеет ли полномочия проводить внеплановую проверку? Или это попадает в епархию НКЦКИ? Реагирование в рамках наших полномочий оно безусловно есть и оно заключается в установлении в первую очередь в установлении факта, ну действительно был ли этот факт, потому что СМИ не всегда там дает информацию, которая действительно имеет, ну подтверждается, как правило. Установление факта, взаимодействие с владельцем объекта, установление факта, действительно ли был такой факт, дальше в отношении какого объекта мы выясняем, значимо это или нет, проведены ли в отношении него все процедуры по категорированию в частности предусмотренные законом, и дальше мы вырабатываем причину возникновения, что это недостаток в наших требованиях, их нереализация для того, чтобы перевести этот вопрос на систему, то есть если это недостаток требований, то есть что-то неправильно прописано, что-то мы не учли, тогда мы смотрим и формируем позицию по внесению изменений в требованиях, должны так, пока таких фактов не было, но тем не менее у нас такой алгоритм действий, если это не выполнение требований или там не принятие каких-то мер, мы взаимодействуем с владельцем для того, чтобы он, какие меры он принимает, при необходимости содействуем в точке разъяснения какую-то экспертную поддержку оказываем, вот наше взаимодействие по РЖД такая работа тоже была проведена, она не носила публичный характер, ну понятно, собственно говоря, здесь есть интересы владельца, и зачем ее выносить на публичное обсуждение, что касается непосредственно реагирования как на противодействие компьютерной атаке, конечно, это сфера не наша сфера ответственности и выработка непосредственно мер технических по выявлению источников последствий, ну как это собственно говоря и установлено 187 федеральным законом 31 указом президента это значит компетенция не наша госсопки и НКЦКИ как ее как бы головного органа. Спасибо. И следующий вопрос также по поводу нашумевших документов касающихся импортозамещения для всех объектов КИИ который вызвал достаточно большую как бы дискуссию потому что если документы в СТЭК сейчас касаются только значимых объектов то проект и указа президента и постановление правительства касается всех объектов без исключения понятно ли сейчас процедура контроля исполнения этих документов и что делать с субъектом у которых нет достаточного количества отечественных средств информатизации и за тот короткий срок что прописано в документах они просто не успеют перейти на это я скажу отвечая на этот вопрос я только буду за ФСТЭК говорить потому что рассуждать на эту тему я бы не хотел бы так вот пространно я скажу за ФСТЭК что касается контрольных мероприятий которые проводятся будут проводиться в ФСТЭК России значит у нас объект и предмет контроля определен 13 статьей закона 187 ФЗ и там определено что мы контролируем выполнение требований установленных в соответствии с законом требования это 10 11 статья собственно говоря поэтому и те документы которые в развитии этих статей выпущены полномочий по проведению контроля связаны с применением зарубежных российских порядка их там закупки и так далее к нашей компетенции сейчас не отнесены поэтому я могу сказать однозначно что касается ФСТЭК России в программе контроля и в тех требованиях которые у нас значит нами изданы в исполнении 187 федерального закона там про эти вот программы импортозамещения как вы знаете не установлены к ним как бы требования к там отечественности и так далее поэтому мы будем контролировать только то что нам предписано федеральным законом а следовательно те требования о которых я сказал что касается общей политики в отношении того кто это будет контролировать на каких этапах и как я здесь не могу комментировать потому что мы не являемся инициаторами ну скажем так подготовки вот этих вот нормативных хотя нам очень частенько вопросы задают по тому а как вот вы вот вы же понимаете ну есть соответствующие уполномоченные органы которые этот вопрос регулируют и эти вопросы нужно к ним задавать а не к нам я могу сказать что надо развести вопросы безопасности значимых объектов КИИ в контексте 187 закона федерального да потому что предметом закона является противодействие компьютерным атакам вообще-то так вот если мы уж читаем там первую статью и преамбульную часть этого закона да значит и поэтому у нас вопросов импортозамещения как нас не подталкивают к этому всегда да вот давайте вы в своих требованиях установите там мы пытаемся да мы с точки зрения требований по безопасности которая связана там с противодействием угрозам мы устанавливаем там можно их критиковать обсуждать это вопрос дискуссионный всегда но мы находимся в пределах своей компетенции и контроль мы будем проводить только в отношении тех требований которые установлены в соответствии с 187 федеральным законом спасибо спасибо ну и наверное тогда продолжение вопроса касается требований 239 приказа которые устанавливают необходимость проведения анализа кода реализации безопасного программирования не только и не столько к средствам защиты но и к другому программному обеспечению которые используются на значимых объектах ки вот как будет выстраиваться процедура со стороны FSTEC оценки выполнения этой меры надо ли обязательно сертификация там например по уровням доверия для такого ПО или владелец сам проводит эту оценку соответствия или он привлекает какого-то интегратора который лицензиат FSTEC и сам проводит эту оценку соответствую какого позиция FSTEC в этой части при формировании этих положений этих требований мы этот вопрос с теми экспертами а это было в первую очередь субъекты критической информационной инфраструктуры была очень жаркая дискуссия по данному вопросу значит как мы видим контроль выполнения той части требований касаемо прикладного программного обеспечения как оно названо в требованиях реализующие там непосредственно функции по управлению контролю мониторингу ну допустим там скада пакетов значит наши действия будут ограничиваться контроль так как там это звучит как за значит заказчик или интегратор устанавливает требования к приобретению такого значит программного обеспечения со стороны вендора то мы будем контролировать только вопрос были ли установлены владельцам объекта и соответственно значит ну интеграторам условно если это применимо к отрасли там АСУТП ну будем называть их интеграторами были установлены соответствующие требования и были ли они проверены при установке этого программного обеспечения значит с точки зрения вендоров ну вендоров как правильно разработчиков расскажу скажу по по русски значит с точки зрения разработчиков программного вот этого прикладного обеспечения их мы их принуждать никакими механизмами сейчас не имеем поэтому будем работать с заказчиками объектов чтобы они выставляли соответствующие требования контролировали их выполнение и соответствующим образом принимали это раз в отношении сертификации но требований там сертификации с точки зрения вот этого программного обеспечения нет соответственно требовать сертификацию мы не будем в случае если заказчик значит решит эту проблему через установление требований к применению сертифицированного средства соответствующим ну это один из вариантов почему бы и нет значит я думаю что это один из вариантов решения данной проблемы не единственный но один из как бы вариантов что касается требований по безопасности значит требований извините меня к средствам обеспечения безопасности там где появились нормы по оценке соответствия требованиям доверия здесь есть два варианта либо применять сертифицированные средства безопасности либо либо в рамках приемочных испытаний в рамках контрольных испытаний или там других видов проверок которые осуществляет заказчик мы будем смотреть протоколы проведения испытаний соответствии требованиям соответствующих уровней доверия в том объеме в каком объеме эти испытания были проведены и по тем процедурам и документам то есть если раньше у нас и это касалось и персональных данных везде где мы применяли такие иные формы так называемые оценки соответствия требованиям по безопасности и дальше возникал вопрос о требованиям по безопасности каким и здесь мы увидели ну на протяжении не секретом персональные данные у нас до сих пор как бы эта норма существует да и мы на этим же процессом во времени мы наблюдаем и мы понимаем что это становится таким ну скажем так надо вот норму надо закрыть вот давай какие-нибудь я напишу там требования а ты какие-нибудь проверишь то есть ну нет такого единого подхода и даже применительно к одним и тем же средствам обеспечения безопасности состав этих требований за различных заказчиков он меняется ну я считаю что это не совсем у вас прям там природа птички летают вам везет больше чем нам у нас тут метель вот извините отвлекся значит так вот что касается чтобы эту ситуацию исправить мы все-таки пришли к пониманию тому что это должны быть и собственно закон это имеет ввиду что требования по безопасности должны быть едины форма пожалуйста если у вас есть силы и средства самостоятельно проводить все виды исследований и оценок предусмотренные допустим требования доверия почему бы и нет проводите значит если у вас собственных сил нет вы вправе привлечь стороннюю организацию для проведения таких оценок пожалуйста это тоже допускается пусть проводит организация которую значит привлекает заказчик я надеюсь я так долго но надеюсь что как-то пояснил эту проблему спасибо но каких-то документов разъясняющих как с точки зрения в стек проводить оценку соответствия не в форме обязательной сертификации не планируется выпускать ну Алексеевич вы же нас критикуете что мы обязательно этот документ не успеваем все выпустить то что обещаем там к тем срокам которые есть дайте нам как бы устранить замечания экспертов и отрасли в этой части мы над этим работаем очень активно и как только мы значит закончим эту работу мы скажем ну а теперь давайте вот как бы позанимаемся еще вопросами не связанными с обязательными там какими-то процедурами поэтому честно говоря в ближайшей перспективе какие-то разъясняющие методические там документы и так далее мы не планируем по этой части как проводить допустим испытания как испытания не как вне процедур сертификационных испытаний ну не планируем пока это регулировать и методически определять спасибо если продолжить этот вопрос и владелец объекта допустим установил требования к прикладному ПО о том что оно должно быть сертифицированным и дальше готовы ли испытательные лаборатории органы по сертификации проводить такого рода сертификацию прикладного ПО который не является средством защиты информации вот существующая нормативная база это допускает или владельцам такого рода объектов лучше такие требования сейчас не устанавливать потому что они невыполнимы со стороны испытательных лабораторий но здесь я не могу как сказать не то чтобы не съерничать у нас испытательные лаборатории и вообще наша отрасль она очень специфична она готова ко всему вот поэтому тут главное как бы процесс чтобы был так что я думаю что с точки зрения лабораторий и органов по сертификации ведь лаборатория и органы по сертификации они всегда очень тесно с разработчиком работают это не секрет и разработчик помогает им понять те продукты ведь ну как бы продукты они же несмотря на то что классы одни и те же но продукты они все равно имеют отличия имеют как бы свои технологические особенности и в любом случае лаборатория каждый раз при проведении сертификации ну правильная лаборатория я имею ввиду та которая стремится действительно провести качественную оценку она так или иначе должна изучить продукт что касается значит вот этого программного обеспечения так называемого промышленного но у нас уже практика вернее практика она уже начала появляться и требования там к отдельному оборудованию асу тп в виде сертификации уже некоторые заказчики несколько лет применяют и процесс он так или иначе начинает движение в этом в этом направлении что в чем как бы с чем с одной стороны проще а с другой стороны сложно ну как бы сложности проще то что все-таки то что мы утвердили требования единые требования доверия и соответствующие методики по проведению испытаний ну в части анализа уязвимости там выявлений НДВ они как бы едины для всего то есть применять их для любого вида программного обеспечения можно и подход один и тот же в чем отличие в чем сложность сложность это да инструментарий языки программирования инструменты под эти языки программирования определенные там архитектурные особенности связанные с там с анализом низкоуровневого там программного обеспечения но это вопрос который мы готовы и в компромиссном порядке решать то есть в случае если идти то есть на отступление от методики для того чтобы нивелировать угрозы но если невозможно допустим провести какие-то виды испытаний по там ну статические анализы нет средств допустим под этот язык программирования да или там фазинг провести тоже там средств нет ну тогда мы вместе с лабораторией с разработчиком готовы искать какие-то альтернативы и компенсирующие меры для проведения таких испытаний и у нас и такая практика существует но это только после соответствующего обоснования что это невозможно сделать потому что как правило количество таких случаев их ну не очень много с точки зрения там проверок тем более мы учитывая опыт предыдущей из методики анализа уязвимости низкоуровневое ПО мы убрали вот из той которую все знают и 25 декабря что я сказал новый документ мы утвердили там только касаемо общесистемного и все выше все-таки мы пришли к пониманию что методика анализа уязвимостей по низкоуровневому ПО и по аппаратному это должно быть совместно мы этот документ проект есть мы будем его обсуждать он сложный очень для реализации но еще раз говорю что методология она одна и так функциональности требования мы не предъявляем вот этих промышленного и прикладного программного оборудования а с точки зрения требований доверия ну документирования методы испытания статический динамический анализ код-ревью там анализ архитектуры ну я считаю что это классические подходы которые могут применяться ко всему ну с учетом тех особенностей о которых я сказал спасибо спасибо ну вот еще одна достаточно больная для многих субъектов киева тема это как провести грань между техническими средствами госсопки и средствами защиты информации согласно 239 приказу соответственно вопрос где проходит эта грань применяется ли к техническим средствам госсопки требования в стек и например ваши коллеги из НКЦКИ регулярно на мероприятиях говорят что и СМ и ИРП а иногда и система обнаружения атак относятся к техсредствам госсопки соответственно куда они попадают в чью епархию и надо ли чтобы этот продукт или решение выполняло одновременно и требования в стек и требования ФСБ там текущие или будущие которые появятся спасибо за вопрос но у нас же традиционно то есть я на него так отвечу что реализация и требований применительно как средством госсопка и как средством безопасности она не исключается и исходить нужно из функционала тут я всегда ссылаюсь на норму федерального закона то есть в нашей области ответственности находится то средства предназначены для обеспечения безопасности значимого объекта значит поэтому является ли это же средство может ли являться одновременно это средством госсопки может я этот вообще не исключаю и я не думаю что здесь какой-то вот такой должен быть прям вот водораздел с точки зрения вот это или то или то другой вопрос что мы должны ну с коллегами в первую очередь при формировании этих требований они не должны каких-то там входить в противоречие кардинальное если это в отношении одного объекта но избежать полностью разведения значит по действующему федеральному закону не представляет как мне кажется не представляется возможности я объясню почему давайте у нас с вами ну парадоксальная ситуация есть средство госсопки да там я определение не буду повторять его все знают да есть средство обеспечения безопасности значимого объекта значит дальше безопасность значимого объекта по закону если брать понятие это меры по противодействию компьютерным атакам да ну правильно же я вспоминаю как бы термины определения то есть получается то есть формально получается что средство безопасности расшифровывая слово безопасность в контексте 187 фаз это средство в том числе защиты от там компьютерных атак и сюда попадает большой класс то есть сюда попадает там ну ERP это отдельная тема я как бы ее уберу там и СЕМ может попадать сюда и антивирусы и система обнаружения там компьютерных атак и много много а почему допустим давайте так а почему средство защиты от НСД или там подсистема защиты от НСД операционной системы она же тоже решает задачи с точки зрения противодействия там компьютерной атаки правильно ну так вот если мы берем в широком смысле этого слова тогда это тоже средство противодействия госсобки поэтому эти размышления я считаю что они могут как бы знаете так носить такой философский продолжительный характер и мы будем еще на эту тему очень много дискутировать практика все расставит жизнь все расставит на свои места я отвечаю на ваш вопрос не исключая предъявлений и требований и как средством госсобка и как средством защиты вот по отдельным отдельным средствам там пересечения при этом я хочу напомнить такая же практика же и с точки зрения средств криптографической защиты ну как бы криптографии пересечения криптографии правильно у нас же средство может быть и из КЗИ и обеспечивать реализацию требований коллег как требований к СКЗИ и может быть средство защиты и как не из КЗИ там межсетевой экран или криптомаршрутизаторы те же у нас же есть такие как бы уже примеры да если мы сюда еще одну систему сертификации как бы применим допустим да то там еще интереснее я не говорю что это хорошо или плохо я сейчас не в этой категории как бы пытаюсь сказать я просто пытаюсь сказать что да к одним и тем же средствам обеспечить средствам может быть ну скажем так к одним и тем же видам или типам средств могут применяться как требования со стороны средств госсупки так и требования со стороны безопасности проблема противоречия противоречия этих требований это проблема наша с как бы коллегами и мы должны стремиться к их устранению чтобы это не накладывало отрицательного воздействия на как бы разработчиков у нас не всегда это получается я вижу ваш скептицизм по этому вопросу не всегда это получается но как бы у нас к этому желание всегда есть спасибо мне казалось что ваш ответ должен быть все-таки более позитивным для субъектов КИИ а получилась прямо противоположная картина что с вашей точки зрения к одному решению могут относиться и требования в стек и фсб и соответственно это увеличение по сути своей нагрузки и финансовой нагрузки на владельцев этих объектов которым придется сертифицировать решения и там и там ну или на вендоров которые будут сертифицировать и там и там учитывая все-таки разные требования разные жизненные циклы сертификации по линии фсб и по линии в стек ну возник тут же сложности это точно не проблема одного года поэтому вот непросто это будет уже при проведении проверок которые вы начинаете со второго полугодия Алексеевич но что касается давайте так я эту проблему мы же ее понимаем и она порождается не из моих как бы моего отношения к этому от того что я бы сейчас сказал что СИЭМ это не средство госсобка да вот я бы сейчас сказал а это средство безопасности ну ровным счетом ну давайте так мы смотрим на с точки зрения закона 187 на эту проблему закон я же уже говорю закон 187 я же не говорю допустим о так называемых системах там threat intelligence да где отдельная вообще вот система которая разворачивается и она как бы то есть она к объекту имеет ну такое опосредованное значение она обеспечивает там поддержку как бы деятельности специалистов определенных для принятия решений там для реагирования и так далее но когда мы говорим в отношении средства которое обеспечивает безопасность объекта и если оно при этом ну в силу закона используется для ну центром госсобки для противодействия компьютерным атакам да ну давайте примеры там допустим межсетевой экран там совмещенный там систем обнаружения компьютерных атак да вот там комплексное решение ну вот мне куда его как бы отнести то есть оно может если его значит включают в состав соответствующего центра ведомственного госсобка там взаимодействует получает с него соответствующие там логи для реагирования на там инциденты на противодействие компьютерным атакам но оно же от этого это же не перестало от этого быть межсетевым экраном правильно но у нас то же самое да есть такая проблема я же говорю и она эта проблема она у нас объективно существует я ее признаю ну а давайте криптомаршрутизатор возьмем с вами но там же да там есть требования которые накладывают со стороны как криптографического средства коллеги и там есть отдельные особенности да там есть вот эта проблема там жизненного цикла там отношения к обновлениям и так далее есть требования как функция межсетевого экранирования хорошо ли это плохо но я эту проблему решить как бы вот знаете не смогу вот сейчас вот отвечая на ваш вопрос я ее не решу потому что она решается неким иным образом не буду говорить каким спасибо вот раз мы упомянули про то что есть определенные сложности в и терминологии самого закона не планируется ли по истечении там трех с половиной лет с момента принятия сто восемь седьмого ФЗ и там трех с небольшим с небольшим лет с момента сто двадцать седьмого постановления вносить в них изменения потому что первоначально же говорилось что точно два года изменять ничего не будут но потом может быть по результатам некой практики изменения вноситься будут вот не наступило ли время наконец-то собственно унифицировать и подходы и найти некую точку соприкосновения с НКЦКИ разнести требования чтобы они все-таки не так сильно пересекались вот нет ли таких планов на двадцать первый год на двадцать первый год значит я не уверен вообще с точки зрения внесения изменения в сто восемь седьмой федеральный закон то есть я сейчас по подзаконным актам не говорю это производная и это в принципе не проблема но и по там жизненному циклу и вообще по там надо в постановление правительства сто двадцать седьмой внести какие-то изменения давайте внесем это давайте обсудим внесем я пока не очень ну как бы вижу что там надо сейчас менять что касается 187 фаза это конечно проблема более такая системная потому что ну вы понимаете эти процедуры которые сейчас предъявляются к процессу ну как бы вообще законотворческой деятельности это и долго объемно и поэтому надо если говорить о внесении то это должна быть такие вот системные такие вещи которые действительно немножко корректируют в целом вот эту систему и одним из таких и я скажу так что среди ну как бы нас там и коллег мы уже начали дискутировать на эту тему то есть как бы по данным вопросам я не уверен что это перспектива прям 21 года но как нам кажется есть уже скажем так наработки уже практика которая показывает необходимость некоторых корректировок первую очередь это связанное вот то что нас касается в первую очередь я конечно понимаю что вас больше вопрос интересует который вы задаете там требования там развести разнести это правильно но есть такая вот системный вопрос это отнесение объектов вот субъектов значимые незначимые то есть у нас в силу закона ну как у нас традиционно я уже не раз об этом говорил у нас никто незначимый никто то есть кого поймали в коридоре там да кто кто не сумел как этот отмахнуться от этой темы значит тот значимый у того значимые объекты кто по продуманней по взвешенней там тот пытается у меня ничего значимого нет и у нас есть такие примеры там скажем так я их приводить не буду там парадоксальные когда ну казалось бы очевидно по всем пониманиям да и по общей мировой практике это должен быть значимый объект а вот владелец говорит нет и все и начинаются вот эти споры поэтому вот эта первая точка над которой мы должны вот так системно как бы подумать это все-таки вот эту область я считаю что ее надо сузить мое личное мнение что ее надо более очертить и сузить вот как бы конкретизировать вот мое мнение получится ли у нас это сделать как бы и какой механизм это что же непросто это вопрос совместной работы и с коллегами из НКЦКИ и с ФСБ в целом и экспортного сообщества не очень простой вопрос но я считаю что более надо контуры как бы объектов значимых объектов которые регулируются их более очертить что касается вообще в принципе там полностью изменений 187 ФСЗ но тут надо понимать что мы еще до последней статьи все не попробуем то есть у нас же до последней статьи еще нет правоприменительной практики а для того чтобы выходить на какие-то изменения всегда нужно отталкиваться от правоприменительной практики потому что любой вопрос который задает там юрист допустим или соответствующий руководитель он говорит а почему а зачем то есть какую проблему то вы хотите решить и если я буду или там кто-то говорит ну вот вы знаете у нас там с уголовной ответственностью вот проблема и тут упирается а давайте правоприменение завязывается такая дискуссия оно не до конца непоказательное и так далее и все это выходит как бы на нет поэтому я считаю что вносить изменения нужно на основе имеющейся правоприменительной практики на основе проблем которые выявлены по результатам этого правоприменения имеем мы сейчас как бы допустим какие-то потребности внесения изменений вот по части вот по первой как я сказал отнесение там объекта их категорирования вот давайте на эту тему вот это системный вопрос давайте поработаем на эту тему найдем точки соприкосновения подготовим внесение изменений и дальше переходить уже по мере появления поэтому завершая и как бы подводя итог разговоры дискуссии на эту тему у нас с коллегами на экспортном уровне начались мы соответствующие точки соприкосновения в этой части будем как бы находить но успеем ли мы это в 21 году или выйдем ли мы за 22 год но то что так есть определенные там потребности это да спасибо спасибо а значит ли это что в этом году также не планируется внесение изменений в 235 239 приказы и например установление обязательных требований по сертификации средств защиты которые используются на значимых объектах Киев мы в этом году хотели бы избежать внесения изменений в подзаконные акты вот я это говорю почему так то есть последние изменения которые туда вносились они источником их был не наша инициатива были соответствующие поручения в пояснительных записках к этим проектам документов все указано во исполнении чего поэтому мы со своей точки зрения мы пока не видим необходимы я сказал же что о чем что результатом вернее изменения должны идти по результатам правоприменения то есть у нас на сегодняшний момент мы стоим на этапе реализации 235 ну так скажем по значительной части объектов на очень такой активной стадии реализации 235 и 239 приказа то есть те кто откатегорировался там два года назад допустим или год назад уже даже уже активно решают эту задачу мы эту работу видим поэтому пока каких-то таких вот прям вещей связанных там случаев или там связанных там с необходимостью корректировать 235 и 239 приказ мы не видим то есть наши инициативы по внесению изменений в эти нормативно-правовые акты мы точно выходить в этом году мы однозначно не планируем ну а старший начальный ну а старший в связи с утвержденной вчера методикой моделирования угроз надо ли субъектом пересматривать те модели угроз которые или нет мы мы же там в преамбуле вот это был один из вопросов и несмотря на не характерную там в общих положениях обычно переходные какие-то вещи они ну не пишутся но мы пошли на это вот отступление и мы в общих положениях указали на вот эти вот переходные процессы нет модели угроз которые действуют сейчас они продолжают действовать и подлежат уже переработке только в рамках ну в переработке в рамках я имею ввиду по методике в случае в случае ее переработки ввиду там изменения соответствующего объекта его модернизации развития там и так далее мы не предполагаем что необходимо сейчас проводить переоценку угроз по новой методике оценки и этого требования мы выставлять не будем ну не выставляем спасибо что касается банка данных угроз какова судьба ждет его то есть планируется ли он к пересмотру к переделке ну и может быть также был вопрос у нас обсуждался в интернет сообществе не планирует ли в стек по аналогии с бесплатным решением скановал выпустить что-то для автоматизации процесса моделирования угроз и выложить у себя на сайте значит банк данных планирует модернизироваться ну как минимум мы должны будем сейчас вот если вы посмотрите на методику оценки ну я понимаю что время особо как бы не было ее детально проанализировать но все-таки в ходе вот этих всех обсуждений мы перешли на ступеньку повыше с точки зрения уровня угроз да и если мы сейчас вот в банке данных все-таки какие-то у нас там технические вещи которые можно там угрозами называть можно там техниками называть специалисты в этом вопросе расходятся то очевидно что методика оценки угроз она предполагает оценку угроз на более высоком уровне ну допустим там угроза несанкционированного доступа к полям записи база данных вот она как бы угроза да и соответственно мы должны будем и работа такая запланирована и она ведется угрозы которые сейчас в банке данных пересмотреть и новые угрозы как бы сформулировать у нас наработки уже есть и мы ближайшее время активизируем эту работу что касается значит у нас такая работа запланирована мы также предполагаем что какое-то автоматизированное средство для анализа значит угроз для анализа угроз мы тоже предоставим и мы эту работу также хотим совместить и в рамках вот в рамках цифровой экономики обратили и вы и многие эксперты обратили внимание что мы конкурс объявили там тоже есть как бы элементы применительно к СУТП сейчас комментировать на эту часть я не буду потому что конкурсные процедуры идут не имею права но то что мы будем развивать банк данных и первым этапом является формирование обновленного перечня угроз безопасности информации более высокоуровнево это да и в этом ближайшее время это даже не год я бы сказал бы несколько месяцев ближайшее там мы должны этот вопрос закрыть иначе в полном объеме эта методика оценки ну не будет работать спасибо большое еще вопрос связан с планируемыми изменениями в кодекс об административных правонарушениях собственно те новые составы про как бы которые появятся в части административных нарушений за неуполнение требований законодательства о безопасности ки вот каковы планы там с точки зрения принятия возможно есть информация когда их примут примут ли их до собственно начала надзорных мероприятий во втором полугодии и устраивают ли вас то что в итоге получилось потому что есть вопросы от отрасли не планируете ли вы например ужесточать эти требования либо наоборот вы считаете что они недостаточно жесткие или наоборот они наоборот излишне жесткие те которые прописаны в проекте изменений в КААП да спасибо но что касается планов по КААПу здесь как сказать от нас уже от нас уже мало что зависит потому что документ как я сказал на площадке государственной думы насколько если взять там карточку этого закона до 25 по моему февраля идет сбор предложений поправок ко второму чтению и дальше комитет на площадке комитета отработка этих поправок когда будет определено второе чтение я не берусь как бы комментировать быстро медленно не могу ничего сказать мы со своей стороны здесь в данном случае только ожидаем значит предложений к дискуссии и отработке тех поправок которые есть поэтому когда их примут ближайшее время не ближайшее время затрудняюсь сказать у нас есть практика там когда законопроект там так долго пролежал что потом про него уже даже все забыли что а он так что будет ли это успеют ли значит там к контролю я не берусь комментировать об этом нам бы хотелось конечно чтобы да потому что это все таки какое-то побуждение к движению в этом направлении потому что сейчас совсем никаких нет собственно говоря побуждающих механизмов что касается содержательной части и уровня наказаний то ну мы долго этим вопросом как это вот отвечает ответ на ваш вопрос по 187 федеральному закону да мы же КОАПом когда мы его анонсируем мы два года уже в этом процессе находимся два года он идет до государственной думы и это надо иметь ввиду просто там различные сейчас там всякие регуляторные гильотины экспертные группы то есть там деятельность такая фундаментальная тем более она вот вызвана особенностями вот этого законопроекта поэтому конечно он трансформировался от первоначальной версии которая была до конечной там я хочу сказать первое что с нашей точки зрения он стал в ходе этой проработки ну более правильной потому что все что было связано с ответственностью там за нарушение там категорирования если помните изначально и так далее ну это нас поправили совершенно верно эксперты и в ходе обсуждения что касается штрафов там достаточно недостаточно еще раз я всегда отвечаю давайте правоприменение дождемся и потом будет понятно достаточно там были идеи давайте миллион там полтора миллиона поставим но когда ты начинаешь говорить давайте но давайте обоснуем как бы потому что там же нельзя там поставить этот балды там извините за такое слово там должна быть соответствующие обоснования почему там миллион почему не пятьсот или не полтора вот то есть никто таких вещей там пол палец потолок там сейчас не пропускает все очень к этому трепетно относятся тем более на площадке государственной думы поэтому я бы сказал бы так что нам надо с точки зрения ужесточения мы не планируем ужесточать пока ничего нам бы дождаться его принятия а что касается этого что касается там корректировок в дальнейшем ну давайте посмотрим не будет там являться это побуждением потому что он скажет допустим директор департамента информационной безопасности доплевать я хотел на 50 тысяч у меня за оплата 500 ничего не буду делать да это же оценка рисков да как он как меня тут значит это пытали вот он риски оценился и сказал да плевать мне на все это заплачу 50 тысяч на цели как бы буду поэтому это время покажет и мы тогда уже к этому вопросу вернемся пока ждем и будем анализировать правоприменительную практику спасибо если если вернуться к терминологическим спорам то есть два наверное подхода два взгляда на то что считать объектом КИИ один зафиксирован в самом законе что любая информационная система или любая автоматизированная система управления является объектом КИИ второй в общем-то вытекает из 127 постановления о том что только те системы которые влияют на значимо влияют на или являются важными для деятельности организации только они являются объектами КИИ вот ваша позиция остается неизменной что не все системы являются объектами а только те которые критические процессы обслуживают или все-таки проще идти от закона что любая система по определению является объектом и ее надо категорировать ну там будет она значима не будет вопрос другой но категорировать надо абсолютно любую информационную систему которая есть у субъекта КИИ ну вот катры бухгалтерию и так далее да я понял как это есть здесь во мне борются две чтобы ответить на ваш вопрос во мне борются две как бы сущности одна чиновничая другая техническая значит чиновничная сущность мне говорит о том что надо отходить идти от 187 федерального закона и как бы я не слушал бы свою техническую сущность да это ровным счетом ничего не изменит с точки зрения федерального закона а главное его трактовки со стороны других органов государственных ну допустим там прокуратуры или судов вот поэтому конечно надо опираться я еще раз как бы я не хотел бы ведь мы же делали попытку 127 немножко все-таки вот очертить вот этот вот но те дела и те та практика которая сейчас имеется она ну как бы корректирует и нас и и органы там прокуратуры или суды они говорят все-таки руководствуются федеральным законом поэтому я бы понимая это я бы рекомендовал бы ну не рекомендовал бы а все-таки да рекомендовал бы следовать нормам федерального закона вот нормам федерального закона как бы это ну парадоксально там не звучало но закон есть закон его надо выполнять и именно с этим связана вот та проблема по конкретизации по внесению изменений о чем мы с вами чуть ранее говорили вот для того чтобы вот это вот разногласия ну скажем так более ну совместить вот 127 постановление и значит вот понятие 187 федерального закона и наверное есть потребность вот таких вот корректировок вот поэтому я бы все-таки рекомендовал бы руководствоваться всем нормами чтобы никого тут не подставлять да и никого нет нормами федерального закона и исходить из того что все объекты значит на соответствующих субъектов ну как-то закон собственно говоря предписывает являются объектами киев потому что чтобы я не говорил как бы мы какие бы мы разъяснения не давали но мы в этом как это не истинно последняя инстанция в этом вопросе и есть более грамотные как бы коллеги которые также руководствуются и работают с законом еще один вопрос связан с гостом по разработке безопасной разработке 56 939 давно ходят разговоры и слухи о том что в него вносятся изменения причем местами серьезные изменения когда он будет принят и не потребует ли опять же от разработчиков полностью переделывать все свои работы которые они делали раньше и заново проходить этот круг связанный с оценкой своей безопасной разработки нет ну нет говорю значит никаких переоценок изменения госта не потребует никаких переоценок изменения госта не потребует значит что касается оценки соответствия там сертификации и тех скажем так артефактов которые представляют безопасное внедрение процедур безопасной разработки которые представляются в рамках сертификационных испытаний они все зафиксированы в соответствующих требованиях доверия и там методики методики выявления уязвимости мы сейчас вот совмещение это более значит я считаю сблизили вот эти все документы с чем связана необходимость изменения стандарта и в каком направлении эти изменения идут я не знаю кто говорит про радикальность этих изменений я по-моему никогда в своих выступлениях о каких-то там радикальных изменениях не говорил речь шла немножко о другом дело в том что сейчас стандарт построен исходя из стадий жизненного цикла программного обеспечения это 12207 определенные стандартом значит и там определены на каждом из этих стадий определенные процедуры что касается и в принципе в принципе если бы мы все жили по национальным стандартам и придерживались национальных стандартов ничего бы менять может быть и не надо было по большому счету но мои посещения разработчиков а я вот уже как третий год стараюсь значит посещать по данному вопросу разработчиков это вот и коллеги могут подтвердить недавно я был как раз в инфотексе мои посещения говорят что все-таки ориентируется при внедрении да ГОСТ его использует там безусловно но все-таки ориентируется на процессы которые выстроены бизнес-процессы которые выстроены у разработчика соответственно как мне кажется и потребность для того чтобы ну как сблизить деятельность реальную и документы мы должны этот стандарт пересмотреть с тем подходом чтобы те процедуры безопасной разработки которые сейчас разложены по так скажем условно ящиком значит в виде стадии жизненного цикла теперь надо эти процедуры пересмотреть на бизнес-процессы как бы вендоров ну допустим там есть процесс обучения повышения квалификации он как бы объективно существует как правило у всех вот мы должны его насытить вопросами безопасной разработки есть там тестирование продукта оно у всех есть как бы и этот процесс он выстроен вокруг него работают различные подразделения специалисты вот мы его должны насытить методами тестирования в рамках безопасной разработки вот с чем связаны эти изменения потому что каких-то кардинальных ну мы конечно развиваемся но каких-то там кардинальных пока изменений с точки зрения безопасной разработки как процесса как процесса мы пока не видим необходимости давайте мы все-таки в рамках существующих как бы все процессы выстроим более качественно что касается применяемых там инструментов уже методологии более частных ну допустим там статического анализа по при безопасной разработке там тестирования динамического анализа то здесь мы отдельные ветки стандартов разрабатываем у нас сейчас готовится руководство по статическому анализу у нас готовится руководство по динамическому анализу и я думаю что по статическому анализу мы буквально в этом году для общественного обсуждения уже представим вот это более интересно с точки зрения как мне кажется потому что это все-таки ближе к технологиям к инструментам к уровню квалификации специалистов которые требуются для этого поэтому в этом направлении будем работать а общий стандарт да будем пересматривать но именно в контексте не каких-то кардинальных там процессов а все-таки выстраивание процесса применительных бизнес деятельности разработчиков спасибо ибо Виталий Сергеевич еще вопрос в развитии ранее заданных тем по оценке соответствия возможности это делать своими силами как для субъекта КИИ так и может быть для разработчика прикладного ПО который не занимается средствами защиты информации каким образом эти организации могут получить документы тем более что в последнее время последний год полтора УФСТЭК практика вешать ДСП на многие документы на методики и не лицензиаты в общем-то не имеют возможности официально эти документы получить а если вы говорите что любой субъект может провести анализ и оценку соответствия самостоятельно то есть ли смысл тогда вешать ДСП на документ который и так должен быть доступен всем ну что касается все-таки давайте начнем там с ДСП доступен всем это вопрос такой как на это посмотреть да все-таки он доступен в рамках определенных взаимоотношений то есть не любой там может на него посмотреть а тот которому ну надо решать какую-то задачу как получить очень просто написать для чего и сделать к нам запрос и мы если увидим что это разработчик и он решает задачу в интересах допустим объектов критической защиты ну как бы интересах субъектов мы его предоставим значит что касается более широкого такого распространения мы выписки из там ну условно закрытых ДСПшных документов делаем мы дальше будем делать такая практика у нас 131 приказом уже была поэтому я особых проблем в получении документа не вижу вот честно сказать не вижу а то что он должен для всех быть вот как это это мнение как мне кажется зачем вот его для всех ну давайте вот для всех найдем документ у наших как бы коллег зарубежных да вот там какой-нибудь министерство внутренних безопасности давайте поищем документ для всех да там есть общие там неиста документы пожалуйста а у нас тоже есть там требования там 17 21 31 приказа есть там методические документы пожалуйста но когда мы говорим о некоторых там чувствительных вещах найдите мне профиль защиты для там какого-нибудь операционных систем применяемых там в где-нибудь в госорганах США или там Германия ну не важно там США Германия вы же не найдете не найдете вот а с нас как бы все требуют поэтому я еще раз говорю что касается предназначен для всех предназначен для всех это вопрос такой я считаю что не для всех а для тех кому он кому он нужен для специалистов в первую очередь да это не обязательно лицензиат кстати нигде не написано что это только лицензиат и мы редко кому отказываем да вообще никому я не помню чтобы мы отказывали что у тебя нет лицензии иди если организация написала зачем как бы ей нужен мы всегда либо выписку либо документ конечно мы предоставляем вот сейчас появляются допустим требования там к операторам связи ну со стороны Минцифы там проводить оценку на там уровне доверия мы по соответствующим значит сделали выписки для того чтобы каждому оператору связи там это не высылать поэтому я как бы в этой части имею мнение свое что с точки зрения для служебного пользования оно для служебного пользования это же служебное пользование разработка средства безопасности или обеспечение безопасности для защиты там какого-то служебного пользования это же не для того чтобы там права в собесе качать как бы нет поэтому я здесь ничего такого критичного не вижу что касается там правовых юридических последствий я частенько мы там слышим такие возгласы о том что вот да он там где-то опубликован ну может и опубликован слушайте я знаю там у нас 10 версий из ТРК ходят там по интернету то есть как бы и вы знаете они разные там кстати если вот так вот уж совсем кто их там публикует как их там публикует ну надо будет там экспертизу провести мы проведем насколько это мы не публикуем человек который апеллирует к этим документам их применяет непонятно в каких источниках выложен но он риски несет а вдруг он не такой этот документ реально правильно уже есть же такие риски есть такие риски вот а если это делают как бы те кому мы его направили официально да а что такое пометка для служебного пользования для допустим там разработчика который не скреплен скажем так государственными обязательствами какими-то но это наше предложение разработчику не публиковать его значит мы просим разработчика этой пометки не надо публиковать этот документ ограничьте работу с ним но если разработчик на это плюет и мы об этом узнаем ну будем уже с разработчиком будем учитывать в своей как бы дальнейшей деятельности такого разработчика понимаете вот поэтому я здесь не вижу никаких вот таких серьезных каких-то проблем нас критикуют за это ДСП значит с точки зрения там где надо мы там где не надо вот допустим сейчас мы положение порядок аттестации госсистем значит делаем по конфиденциалке там нечего закрывать там нет даже намеков ни на какие там требования закрыты мы его делаем открытое а вот зарегистрировали там приказ номер 110 положение об объектах обрабатывающих закрытую информацию там мы раскрываем все-таки подходы к обеспечению безопасности косвенно да объектах соответствующих зачем его всем чтобы все об этом знали я считаю что здесь если мы где-то там мы перегибаем допустим какую-то палку вдруг ну мы ее исправляем через публикации выписок соответствующих в той части которой это необходимо спасибо 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 Виталий Сергеевич и наверное последний вопрос мы плавно подошли к финалу нашего телемоста хотя в рамках ТБ форума вы обещали не обещать рассказывая о новых документах возможно вы можете сказать все-таки какие документы мы увидим в ближайшее время как с точки зрения требований к средствам защиты новым возможно так и с точки зрения методологических документов помимо утвержденной вчера выложенной методики моделирования угроз и проекта методички по оценке экономического показателя в рамках категорирования объектов Киев Алексеевич ну вы же вот меня я же обещал не обещать вот вы сказали как я пообещал как вы сказали так иронично я пообещал не обещать и выполнил свое обещание а сейчас вот вы берете и вынуждаете меня как бы в очередной раз нарушить данное обещание и потом вы напишите он пообещал не обещать но все-таки нарушил свое обещание и пообещал но все-таки отвечая на ваш вопрос ладно я сознательно сознательно подчеркиваю иду на нарушение обещания которое я обещал не обещать значит что у нас у нас готова уже проект значит показателей по социальной ну проект методики оценки показателей социальной значимости значит по экономике мы выложили что касается по ТЗИ мы должны ближайшее время завершить вопросы связанные с требованием по безопасности к средствам дистанционной работы сейчас последние правки и документ на утверждение значит у нас треб порядок как я сказал уже порядок аттестации значит у нас будут точечные изменения требований там 31 приказ это по СУТП в части приведения там к требованиям доверия у нас методика анализа уязвимости и НДВ по аппаратным как бы платформам и микропрограмм и встроенному программному обеспечению у нас мы планируем как бы довести до конца эта типовая модель угроз аппаратных устройств документ в высокой степени готовности и мы его планируем для разработчиков аппаратных устройств довести то есть есть определенные как бы планы в основном они направлены на разработку методических документов из более таких дальних ну как бы документов но я бы сказал у нас в приоритете стоят вот мы сейчас вы посмотрели да видели наверное порядок аттестации госсистем там есть методы и виды испытаний которые там заложены анализ уязвимости тестирование систем вот надо наверное методически обеспечивать вот эту деятельность потому что мы сейчас по группам работ мы сейчас откалибруем деятельность всех организаций то есть как бы стандартизируем да чтобы не было вариаций там пять видов работ при аттестации и там пятьдесят и соответственно цена тысяча рублей там и сто тысяч рублей вот нам вот этот мы порядком аттестации мы эту задачу решаем а что касается содержательной части тоже надо привести к единому как бы стандартизованному виду поэтому мы методики соответственно по анализу уязвимостей по тестированию систем в этом году начнем готовить дай бог как бы до конца года представим их экспертному сообществу планируем их открыто и делать сразу скажу забегая вперед ну и еще один вопрос уже из проблемных таких которых мы видим это вот так как так вот называемый там патч менеджмент да или управление уязвимостями все таки надо для информационных систем эту задачку методически обустроить потому что мы видим что да требования то есть по устранению уязвимостей но правильно все эксперты пишут что их количество особенно в большой инфраструктуре может быть огромное мы даже в рамках контрольных мероприятий иногда там в одной системе по 100 150 уязвимостей выявляем но означает ли это что они по одному щелчку должны и могут быть устранены ну конечно мы это понимаем что нет но для того чтобы выстроить вот эту очередность приоритетность в решении задач наверное нужно какое-то методическое обеспечение и операторам нужно предложить такие как бы подходы как это необходимо делать поэтому планы у нас безусловно есть дай бог мы их реализуем по срокам я все-таки обещать конкретно не буду дабы уж совсем с обещаниями своими вы меня тут не значит не ловили поэтому работаем силы ограничены средства ограничены но как-то дорогу осилит идущий спасибо спасибо большое спасибо Виталий Сергеевич за конструктивный диалог надеюсь этот опыт показался положительным для всех участников телемоста и кто участвовал и кто его смотрел и его можно будет повторить потом может быть уже на площадке в стек на регулярной основе и со своей стороны хотел еще раз сказать спасибо за ответы на вопросы понятно что мы ответили наверное не на все вопросы которые звучали от отрасли и в рамках и выступления на форуме кибербезопасность наши дни промышленные технологии еще будут ответы на оставшиеся вопросы на что-то будут ответы в рамках других мероприятий с участием в стек еще раз большое спасибо и мне хотелось бы передать слово уже в московскую студию и Виталию Сергеевичу и Сергею Леонидовичу Акимову для подведения неких итогов того телемоста который у нас прошел спасибо большое за вопросы я считаю что опыт этот положительный будем стараться конечно его как-то развивать и дальше использовать такие площадки такие методы обсуждения дискуссии вопросы тоже были на мой взгляд конструктивные полезные по части вопросов нам придется еще поработать хочу отметить что в рамках Уральского форума у нас принимает участие в работе замначальника управления Торбенко Ирина Борисовна на часть вопросов которые были собраны к сегодняшней дискуссии она даст ответы с точки зрения оценки отнесения объектов основные проблемы темы поэтому задавайте ей вопросы я со своей стороны благодарю вас Алексея Витальевич и всех специалистов которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии будем работать вместе мы всегда готовы к конструктивной работе без эмоций поступательно вот поэтому спасибо большое я всем желаю успехов и удачи в работе на форуме коллеги Сергей Леонидович да да Алексей спасибо спасибо за то что вы вели это мероприятие Виталию Сергеевичу за содержательные ответы я думаю что диалог получился коллеги вот несмотря на то что между нами там расстояние порядка полутора тысяч километров это действительно был диалог вот было интересно во всяком случае я полтора часа провел на постоянном эмоциональной ноте на постоянном интересе вам хорошего настроения успешной работы ну и всего всего хорошего спасибо коллеги спасибо спасибо аплодисменты 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 аплодисменты